Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. С начала года в Минске на пожары, загорания и прочее ЧС спасатели совершили уже порядка 2100 выездов. За это время на пожарах погибли 7 человек, 24 пострадали. Более 190 были спасены и эвакуированы из опасных зон. Далее подробнее о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Началась неделя в городе без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. А вот во вторник днем в службу спасения обратились небезразличные граждане. В подвальный приямок жилого дома на улице Орловской упал мужчина. Чтобы его достать на место происшествия были вызваны спасатели. С помощью веревок и лестницы они подняли 43-летнего мужчину наверх и передали бригаде скорой. С предварительным диагнозом черепно-мозговая травма средней степени тяжести в состоянии алкогольного опьянения пострадавшего увезли в больницу. Также в этот день в Минске горел грузовик. Происшествие произошло на улице Притыцкого рядом со станцией метро Пушкинская. Водитель успел выпрыгнуть из пылающего авто, а на место ЧП прибыли пожарные. Они оперативно потушили возгорание, однако кабина «Газели» выгорела практически полностью. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе спасателям дважды пришлось освобождать детей из недетского плена. Во вторник вечером в одной из квартир на улице Старовиленской заложником радиатора отопления стал трехлетний малыш. Работники МЧС с помощью подручных средств за несколько минут освободили ногу мальчишки из батареи. Еще одному ребенку пришли на помощь спасатели в четверг. На игровой площадке во дворе дома по улице Лукьяновича между перекладинами металлической конструкции оказалась зажата 11-летняя девочка. Используя гидравлический инструмент, спасатели помогли школьнице достать ногу из конструкции. Никто из детей не пострадал. Напомню, что с целью привлечения внимания общественности к проблемам травматизма и гибели детей, в том числе на пожарах и вследствие оставления их без присмотра, в эти дни в республике продолжается профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня». Родители, не жалейте своего времени и как можно чаще говорите с детьми на тему безопасности. Рассказывайте им об опасностях, которые таят в себе, казалось бы, привычные нам, взрослым, вещи. Спасатели помогают не только людям, но и животным. И хотя спасение последних не входит в обязанности работников МЧС, в первую очередь они выезжают на те случаи, где существуют угрозы безопасности и жизни человека. Однако при наличии возможностей спасатели откликаются и на такие случаи. Очередную операцию по спасению кота провели в пятницу вечером работники МЧС. Жители окрестных домов, уставшие от бесконечного мяуканья, которое доносилось с третьего этажа дома по улице Плеханово, позвонили по номеру 101. Спасатели при помощи лестницы дотянулись до кота, застрявшего в приоткрытом окне, и протолкнули его обратно в квартиру, так как хозяев питомца в момент ЧП дома не было. В случае, когда кошки застревают в открытых окнах, в сводках спасателей не редкость. Ведь отверстия в пластиковом окне, открытом на вертикальное проветривание, расположены таким образом, что животное сползает к узкой его части и намертво там застревает. Во избежание подобных ЧП будьте внимательны и бдительны, когда уходите куда-то, не оставляйте окна вертикального проветривания открытыми. Минск чрезвычайный. Появление крысы из унитаза не байка из разряда страшилок, а вполне себе реальность. С такими случаями нередко сталкиваются жители нижних этажей зданий, хотя бывает и так, что таким способом крыса проникает и выше. Удивляться этому факту не стоит. В воскресенье спасателей вызвала хозяйка квартиры на втором этаже по улице Карвата. Вечером, зайдя в собственную уборную, 84-летняя женщина обнаружила там крысу и сразу же позвонила по номеру 101. Оперативно прибывшие работники МЧС изловили почти 30-сантиметрового грызуна из санузла. Такой была оперативная обстановка в столице. За окном жаркая погода, многие в отпусках. Еще раз хочется напомнить про безопасный отдых на природе. Не купайтесь в нетрезвом состоянии, берегите голову от солнца, не оставляйте детей без присмотра. А как действовать в самых разных чрезвычайных ситуациях, расскажет бесплатное приложение МЧС «Помощь рядом». Установите его на свой смартфон и получайте оповещение об опасности и рекомендации по действиям в режиме онлайн. Надеюсь, наши простые рекомендации помогут сохранить вам здоровье и избежать чрезвычайных происшествий, а последний месяц лета принесет спокойствие и хорошее настроение. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!